Четыре такие фигуры расположить так, чтобы каждая из них имела бы общий кусок границы, не точку, а отрезок или даже несколько отрезков, с каждой другой фигурой. Разрешено этот уголок переворачивать, разрешено поворачивать, надо расположить четыре таких уголка, чтобы каждые два из них имели бы не точку, а общий участок границы. Четыре треугольника, не обязательно конкурентных, разных размеров, то же самое, расположите, чтобы каждый из них имел бы общий отрезок границы с каждым другим. Что знаете? Четыре треугольника, отлично, вы эти нарисуете. Неверное решение. Нижний треугольник и правый треугольник имеют всего лишь общую точку, а надо, чтобы имели общий отрезок. Оказывается, про треугольник это тоже задача. Каждые два треугольника, ну и в каждой другой задаче каждые две фигурки должны иметь более чем одну общую точку границы. Общий отрезок или несколько отрезков. Накладывать их так, чтобы была не пустая площадь, нельзя. То есть они могут прилегать только по границе, но не по точке, а больше, чем по точке. Надо четыре экземпляра такой фигуры расположить на плоскости, чтобы каждые две из этих фигурок имели бы один или несколько отрезков пересечения. То есть больше, чем точку, но там не было бы никакой клеточки, ничего бы не накладывалось. Новогодняя маска. Шириной 8 клеток и высотой 6 клеток. Вы хотели в ширину сколько? Сколько клеточек вы хотели в ширину? 8. Что вы должны были сделать, если вы хотели в ширину 8, а в высоту 6? Вы должны были нарисовать такой отрезок. После этого, ну так, примерно пополам, да? Это примерно так. А дальше надо было рисовать, чтобы получилось обязательно 8. Что это значит? Это значит пополам. Прямоугольник размером 6 на 8, по высоте 6, по ширине 8. И там проставлены цифры, так вот, как она сделана. Действительно получается 4 конкурентных уголка. Спасибо вам большое. По чуть-чуть продолжить в сторону, вот так вот. И потом соединить. Мне кажется, что так получится лучше, так? Отлично, мы уже решили две задачи. Представьте себе, что вот я ее воспринимаю как такую скобку. Представили? Замечательно. А дальше картинка устроена так. Вот такая скобка, на ней лежит такая скобка, с этой стороны такая же скобка, и с этой стороны такая же скобка, и они здесь вот, у них здесь есть общий отрезочек, вот этот вот, да, попытайтесь это нарисовать. Ну, видите, что там ее можно сдвинуть? Смотрите, как здесь. Если вот эта вот такая скобка, то, по сути, такая же. К ней прикладываем такую же скобку, и дальше это покрываем скобками вот так вот. Не работаю. Что? Не работаю. Надо, чтобы получилось. Ага, теперь здесь. Ну, здесь, смотрите, давайте я это буду рисовать вот так вот. Нарисовал? Нарисовал. Не, Бог нарисовал. Давайте вот так вот. Такая штука, загнутое, да? Теперь, как оно будет? А будет очень просто. Загнутое, загнутое, здесь будет вот с этой стороны загнутое, и там будет загнутое вот с этой стороны. И, наконец, давайте про шестиугольники. Если воспринимать вот это как такую штучку, то, оказывается, есть такая идея. Есть такая идея. Значит, такая штучка, значит, вот такая, такая, и здесь такая. Вот. Видите, я сдвинул ее. Теперь, осталось посмотреть, как это будет с другой стороны выглядеть. Ну, понятно как. Вот эти встанут сюда. Дальше, эта выемка будет здесь. Дальше, это порядка. Встанут сюда. Там тоже идет, это 0.? Продолжение следует... Продолжение следует...